Что я делаю? Я пожарила грибы, яйца затолкала помидоры, чуть-чуть лучка и колбасу. Раньше старту нога проверяли, что тут должен помидор был порезать так, чтобы ничего не раздавить. Они настолько были мягкие, хрупкие, с тоненькой кожицей, сейчас мне кажется, даже топором можно ровно порубить, современные помидоры, как херни, натолкают. Где-то смотрели, какой-то ГМО, какой-то рыбы были, а не, а это же картошку ГМО, камбала что ли там, не движет, колорасский жук не жал. Надо думать. Я вообще надоел мне снимать блоги для кого-то, буду я их снимать для себя. Один умный человек мне в ВКонтакте написал в комментах, что забей-то Бог на всех и снимай все для себя. Вот я и буду снимать для себя, так чисто. Лет через 20 посмотреть обувь память пригодит. Так что все. Да и на самом деле последние влоги мне абсолютно не нравились. Но это творческий, не кризис дали, творческий поиск. Бесит меня то, что есть какие-то стандарты, почему прямо непонятно кто их установил, какая должна быть картинка, какой должен быть формат. Не, ну понятно кто их установил, какие-то лидирующие видеоблогеры, которые в топ выбрались. А с другой стороны, вчера интересную такую историю узнал. Ну как узнал, я давно знал. Есть такой видеоблогер Дружи Обломов. Шесть лет, по-моему, снимает, с десятого года, если я не ошибаюсь. Кулинарные там всякие рецепты. Начинал вообще в таких нечеловеческих условиях. Больше двух лет ему понадобилось, чтобы первые 10 тысяч человек набрать на канал. А сейчас у него миллион. Миллион двести тысяч. То есть человек, не изменяя себе, просто взял и добился того, чего хотел. Хотя у меня такое ощущение, судя по его вчерашнему видео, которое я смотрел, что у него и не было ни особых планов, желания набирать себе тысяч, миллион подписчиков. Просто так само собой получилось. А у меня, видимо, в этом ошибкой заключается. То, что я пытаюсь сделать такой контент, который соберет народ. И это, мне кажется, неправильно. Потому что от такого устаешь. Устаешь где-то, ну, играть роль, что ли. Потому что, как ни крути, это все равно шоу-бизнес. Мне это все так достало. Так надоело. Я решила, что больше этого делать не буду. Будет зритель, будет, не будет, не будет. В конце концов, лучше создам какой-нибудь параллельный канал. Причем никому из подписчиков. Недавно ссылки на него. И буду до всякой коммерческой головы снимать. Ну, как работа. Я даже вчера меня что-то проперло вечером. Такой стих написал. Ну, вот с ровного мест у меня бывает. Заклины. Сейчас прочитаю вам. Я его наизусть не помню. Я написал его за минут десять, наверное. Сейчас. Как другим объяснить смятение? Боль, что гложет ночами лунными. Жить в унынии – преступления. Озаряюсь улыбками глупыми. Солью щеки души пропитаны. Слово в горле застряло шепотом. Не по совести мы воспитаны. Безболезненным гулким хохотом. Передернутых струн дрожания. Звуков нет. Пустота звенящая. И приветствие, как прощание. Одиночество приносящее. По пустыне холодного города. День за днем жизнетень скитается. Бесконечность и чувство голода. Все, что нужно, уже не считается. Календарь, ускоряясь шорохом, Перелистывает настоящее. Руки в двадцать пропахли порохом. Огрубевшие, но горящие. Заводить друзей уже поздно. А терять еще слишком рано. Скалит зубы страшно и грозно. В крик кричу, не скалься, не надо. Объясни мне необъяснимое. Да и хоть раз объять необъятное. А в ответ боль невыносимая. Постижимое, непонятное. Вот так вот меня накрыло вчера. Че вы все перепозируете в эту комнату? Че это столпотворение? Наверное. На кухне надо посуду мыть, а в той комнате надо кровать застевать. Мам, тебе спасибо передайте, что посуду не нашли. Холосток. У нас холодную воду отключили. А, да, кстати. Откуда ты знаешь? Я не заметила, хочешь, что ты хочешь. давно отключить не знаю я вот пошла я уже не семь не ухожу на улицу сижу дома потому что не хочется никуда идти вообще никуда не хочется ну выхожу конечно там в магазин за сигаретами я глобально никуда не езжу только до магазина и все и обратно реально не хочется никуда ехать никуда идти потому что кризис среднего возраста все чаще и чаще задумываюсь о том что блин мне 37 лет уже почти 40 лет позади скорее всего уже большая часть жизни прожит сколько бог даст ну 70 насти уж очень повезет может быть 80 хотя с тем как я гроблю свое здоровье а раньше гробил еще сильнее если до 70 дотяну то это просто за счастье можно считать и вот иногда сидишь думаешь 70 37 лет а нету никакой сформировавшийся в голове мысли о том что ты хочешь добиться от жизни я не считаю что я ничего не добился в жизни у меня было много всего интересного но в таком возрасте обычно уже как-то принято иметь какую-то цель какой-то план как говорится дом там еще что-то у меня была квартира в питере даже квартира и комната задался целью я купил года за два наверно всего потом продал потому что не считаю что квартира вообще это нужная какая-то вещь нормальное вложение денег вообще в принципе квартиру владение квартирой я не считаю правильным делом ну лично я если у тебя заработки позволяют там не знаю за год накопить на квартиру тогда можно еще об этом думать но у нас считается в нашем постсоветском пространстве такой менталитет сложился что цель жизни это купить квартиру дачу машину все и мне от этого блин тошно реально бывает тошно и очень часто потому что 40 лет прожил и я до сих пор не могу понять для чего я здесь чего я хочу чем я хочу заниматься то есть есть вещи которые мне нравится заниматься есть вещи которые мне не нравятся но я теми которые мне не нравится я не занимаюсь я занимаюсь тем что нравится но вот так чтобы прямо была сформированная мысль и какое-то стремление какое-то желание вот такого нет не знаю хорошо это или плохо скорее это данность я вообще считаю что не бывает ничего хорошего ничего плохого бывает бывают разные взгляды на жизнь для одного человека иметь свою квартиру это хорошо для другого это плохо для третьего это вообще безразлично для кого-то хорошо это деньги большого количества денег но мне как-то никогда не хотелось быть там прям богатым то есть да для жизни хотелось бы зарабатывать там ну не знаю 6-10 тысяч долларов в месяц это максимум но по большому счет это не такая сверхзадача когда я жил в питере у меня был свой таксопарк на 50 машин у меня был такой заработок стал я от этого счастливее или несчастнее ничего не изменилось да появились какие-то возможности но ощущений от этого не прибавило скорее больше минусов было потому что приходилось работать очень много и в один прекрасный день я пришел домой и понял что ребенку почти два года а я его и не видел толку все в 7 утра уходил и в 12 вечера а то и в час ночи приходил иногда бывало ночью срывался там какие-то проблемы были у водителей там то в аваре кто попадет то еще что-то ездил разруливал жизнь проходила реально мимо наверное самые все таки счастливые самые осмысленные самые какие-то богатые на воспоминания года жизни это было суворовской училище там да там был какой-то смысл там был какой-то какая-то цель какое-то стремление я отдавался этой цели всецело а а потом жизнь меня выкинул опять на задворке и то о чем я мечтал то чем и к чему я стремился чем я хотел заниматься стало для меня невозможно после ранения и вот с тех пор я ищу себя на самом деле наверное сложно любому человеку взять и признаться себе в том что ты не можешь себя найти странно сейчас снимаю влоги причем пересматриваю свои ролики пересматриваю очень много последние несколько дней 7 дней как сидел дома вот я этим и занимался тупо пересматриваю и понимаю что даже тут я делаю не то что я хочу то есть я делаю то что хотите вы то что для вас интересно и полезно и совершенно забываю о том для чего я вообще начал этим заниматься и для чего я начал это снимать наверное надо что-то просто поменять и быть откровенным самим собой в кругосветку я поехал по большому счету да какие цели я преследовал главная цель была конечно польки придать импульсом показать что ничего невозможного нет тут мы сидели без копейки денег ни о каких там кругосветках особо не думали точнее думали но выплатить жизни было нереально и за один вечер точнее за сутки я нашел деньги с помощью вас стрим-то провел мы собрали деньги и поехали потребовалось проехать четыре города три города на три города для того что боря собрался и поехал уплощать свою мечту в жизнь и в этот момент путешествие потеряла смысл я вернулся и вот с тех пор сижу и думаю что делать дальше не знаю посмотрим почему это все приведет самому интересно таки вы меня еще не видели все когда-то бывает в первый раз но сразу говорю что я это снимаю впервые за полтора года не для вас а для себя интересно и хочется выразить свои мысли свои взгляды так как я это хочу сделать впервые за много-много лет я это делаю так как умею и так как хочу